Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной информационный блог от Славянской Церкви здесь, в городе Сакраменто. Очень рад, что могу сказать вам чуть-чуть о жизни и служении нашей общины. Итак, как всегда, несколько слов о предстоящей субботе и о событиях, которые нас ждут в ближайшее время. В эту субботу буду проповедовать по Божьей милости я, поэтому, пожалуйста, молитесь за мое служение, чтобы Бог вложил в мои уста и в наш разум, в наши сердца то весть, с которой Он желает обратиться к каждому. Поэтому, пожалуйста, еще раз молитесь за мое служение. Если говорить о ближайших событиях, то, конечно же, уже через неделю у нас будет очень хороший праздник, День Благодарения. Я желаю вам хорошо провести это время, чтобы Бог хранил вас, благословлял, поддерживал, чтобы мы никогда не забывали благодарить родных и близких за все то доброе, что они делают для нас, друзей, знакомых, чтобы всегда мы были благодарны. Ну и, конечно же, благодарить нашего Бога за то, что Он ведет, хранит нас. И даже если мы оказались в очень сложных ситуациях, никогда нас не оставляют. Поэтому не забудьте благодарить Бога за все, что Он делает в вашей жизни. Ну, а чуть дальше хочу опять напомнить календарь событий, который нас ждет впереди. 10 декабря у нас будет торжественное служение от молодежного отдела. Оно будет касаться темы рождения Иисуса Христа, цели Его прихода и что это нам всем принесло. Также от десятого у нас будут гости. Это наши братья, которые совершают служение в коммунистических странах нашего мира. Это такие страны, как Куба, Китай и другие, где очень и очень сложно проповедовать Евангелие. Они будут делиться особенной вестью, делиться своими опытами, рассказывать о своем служении. Ну и, конечно же, они рассчитывают на нашу поддержку этого служения. Но есть одна очень большая просьба. Мы не будем вести прямой эфир в эту субботу. И они очень просят, чтобы мы не фотографировали, не записывали на видео и не выставляли в соцсети никакие фотографии или видео с этого служения. Так как страны, в которых они совершают свое служение, они проверяют все, чтобы выявить, скажем так, христиан, которые хотят проникнуть в эти страны для того, чтобы там распространять евангельскую весть. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, когда придете на служение 10 декабря. Ну а с 17 по 24, как мы уже говорили, у нас будет молитвенная неделя. 24 у нас будет Вечеря Господня. А дальше у нас гость. Слушайте внимательно. 31 числа утром у нас в Горстях будет проповедовать Кулаков Михаил. Поэтому мы очень рады, что этот брат будет вместе с нами знаменитый на постсоветском пространстве. Благодаря теми евангельским программам, которые он проводил. А 7 января у нас в гостях будет вице-президент Генеральной конференции Артур Артурович Штели с его супругой. Это тоже очень долгожданная встреча. Интересно и то, что он работает в отделе наследства Елены Вай. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, которые касаются жизни, служения, миссионерского предназначения нашей общины, не только нашей общины, всей нашей церкви, готовьте эти вопросы. Нам будет очень интересно получить от них ответы. Ну и есть еще одна очень важная просьба, с которой я хочу к вам обратиться. Получил ее буквально сегодня, там полтора часа того назад. Прямо прочитаю это сообщение. «Здравствуйте. Мне ваш контакт предложили из церкви. Извиняюсь за, может быть, некорректность, просьбы, но мы с семьей приехали в США на днях. Сейчас в ковидном отеле. Собираемся в Сакраменто. В Мексике у нас ушли почти все средства. Мы ищем любую возможность разместиться на какое-то время. Возможно, комната бюджетная. Или кто-то из братьев и сестер может приютить на несколько дней. Или есть какие-то центры благотворительные, которые могут разместить семью. Любые варианты. Мы семья верующих адвентистов седьмого дня из Стольятти, Россия. Я Андрей, 36 лет. Жена Светлана, 40 лет. И дочь Марина, 5 лет. В дальнейшем разговоре мы выяснили, что, скорее всего, завтра их уже отпустят. И нам, им нужно будет еще часов 20, чтобы доехать из Сан-Диего сюда в Сакраменто. Но, братья, сестры, если вы можете принять эту семью к себе на неделю, на неделю, чуть можете дольше, будет очень хорошо. Или же вы, может, знаете, кто может сдать недорого комнату. Или же, может, есть какие-то службы, о которых вы знаете, что могут помочь с расселением на приезжих беженцах. Пожалуйста, дайте мне знать. Мой номер телефона 916-254-8182. Нам очень важно, чтобы у нас была любая информация для того, чтобы помочь этой семье с тем, чтобы здесь проселиться. Очень рассчитываю на вашу участь, что вы не понадеетесь, что кто-то это сделает. Но сами сделайте со своей стороны все для того, чтобы помочь этой семье. Поэтому, пожалуйста, я жду от вас любой информации. Она для нас будет очень и очень важна. Ну и, как всегда, наш молитвенный блог. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Ольгу Казаренко, за Алексея Бондаря. Конечно же, продолжаем молиться за прекращение войны в Украине. И у меня очень большая просьба. Молитесь о том, чтобы Бог даровал нам мудрости в развитии и служении нашей общины. Особенно отделов разных нашей царь. Чтобы все это было миссионерски направлено для проповеди Евангелия среди окружающих нас людей. Я от всего сердца благодарю Бога за то, что Он дарует нам возможность совершать это служение. И дай Боже, чтобы все это могло быть с пользой сделано. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 146, с 1 по 3 стихи. И тут написано. Слава Богу за то, что Бог не только допускает в нашей жизни трудности и переживания, но и всегда тут, чтобы перевязать наши раны. Чтобы помочь, поддержать и дать выход из тех сложных ситуаций, в которых мы с вами порой оказываемся. Поэтому навыдет Ему за все честь и слава. Что ж, на этом все. Ждем вас на наших служениях в прямом эфире или же тут в молитвенном доме на Марконе, в Кармайто, Сакраменто. Всего вам хорошего. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok